Приветствую вас и мне бы хотел сказать, что ваш ребенок еще далеко не подросток, чтобы использовать наказание именно в качестве регулятора. То есть проводить беседы, да, возможно, но даже беседы не гарантируют стопроцентного результата в данном случае, потому что ведь ребенка вашего что-то заставляет так себя вести. Ребенка вашего ведь что-то подталкивает к тому, чтобы так агрессивно, например, проявлять себя, значит, ему это для чего-то нужно. Что-то он хочет этим выразить. Какие-то у него есть, возможно, проблемы, ну, может быть, самим собой, может быть, еще какие-то проблемы. То есть здесь, вообще говоря, мало достаточно информации предоставлено вами. Но я полагаю, что причина такого поведения со стороны вашего ребенка в том, что он находится в определенном эмоциональном состоянии. И вот понять это эмоциональное состояние ребенка и вам нужно. Потому что то, что вы делаете, к сожалению, это совершенно не то, что, ну, как-то поможет ситуацию разрешить. Значит, дело в том, что, смотрите, у вас, как вы пишете, все было хорошо, да, то есть никаких проблем у вас не было, ребенок пошел в школу. Проблемы начались после того, как в школе начал вести себя ответственным образом. Ну, вот, значит, ни наказание, ни какие-то способы регуляции в его адрес вам не помогут. Ну, нужно определить, что заставило его так себя вести, что заставляет, что он хочет добиться этих. Может быть, он так проявляет себя, может быть, он не умеет по-другому выражать свои, там, ну, свои желания, свои, там, потребности и прочее. Кроме того, очень важно для вас определить, как именно происходит воспитательный процесс. То есть, если вы говорите, например, что мы, то мы это кто? Кто мы? Дети в этом возрасте очень много внимания обращают на то, как себя с ними ведут, например, их родители, как себя с ними ведут те, кого сам ребенок воспринимает как образец поведения, образец своего поведения, собственного. И тогда, наверное, не сложно догадаться, что ребенку нужен правильный, авторитетный образец для подражания. И поскольку он ведет себя определенным образом, то можно предположить, что либо образца для подражания у него не было, либо как таковой связи с ним у ребенка, опять-таки, нет. Если нет связи, то, соответственно, возникает вопрос, почему ее нет? То есть, почему он выбрал именно такой стиль поведения в социальной, например, в социальной среде? Значит, вот на эту тему вам и нужно, ну, как бы сказать, стараться подумать. В этом направлении вам стоит идти, а не в том, чтобы, условно говоря, пытаться всеми силами... Ну, я понимаю, что вы преследуете, в принципе, благую цель, значит, подавить ребенка и не позволять ему делать то, что он делает. То есть, собственно, здесь зависит от многих факторов. Это и ваши отношения, например, в семье, это и то, как вы ребенка воспринимаете, это и то, как вы с ним общаетесь, это и то, как вы к нему относились раньше и так далее. Но главное, что нужно понять, что ребенок, то есть мальчик, сильнее всего слушает того, кем он восхищается, кого он считает, образцом поведения, образцом для своего поведения. И, соответственно, вам нужно на это обратить пристальное внимание. Самый лучший вариант был бы, если бы ребенок говорил бы с мужчиной, значит, который имел бы на него определенное влияние, и который бы в разговоре, в таком, знаете, я бы сказал, ну, в доверительном разговоре, в доверительном диалоге, помог бы ему правильно выстраивать свою позицию, исходя из того, чего хочет ребенок, и чтобы при этом не нарушать таких вот, ну, границ, чтобы при этом не выходить за их рамки. Ну, и не следует забывать, что в любом случае ребенок всегда скопирует поведение своих родителей, и если он так поступает, значит, вы, осознанно или нет, сами склассировали его на подобное поведение. Я не говорю, что вы специально хотели этого. Вы не могли этого специально хотеть, и вы, уверен, этого не хотели. Но получилось, то, что получилось, и теперь это нужно исправлять, пока это еще возможно, а не пытаться травить силой. К сожалению, сила, как показывает практика, порождает только лишь еще большую силу в ответ, и эта сила, к сожалению, существует, бывает, ничем имим, как агрессия, и агрессия, поверьте, не решит ваших проблем с ребенком. Поэтому я бы рекомендовал рассмотреть ситуацию подробнее, проанализировать ваши отношения вообще в целом, да, то есть в семье, с мужем и так далее, и после этого, собственно говоря, уже думать, в какую сторону вам двигаться. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи.